О сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай бог-изобретатель. Александр Сергеевич Пушкин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ему не удалось увидеть свет тогда, в конце 60-х. И вот сегодня мы смотрим его в нашей студии вместе с его героями-учеными, вместе с автором. Когда это было? Какой примерно год? 68-й. Это абсолютно точно, я помню. Это был год 1969-й. 2009-й, да? 20 лет спустя. Название для этой передачи уже есть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я подумал, что в сущности весь их мир для меня тоже пока в маске. Мы говорим физик, химик, математик, доктор наук. Это слова, это те же одежды, а за ними люди с их страстями, поисками, радостью, а порой горем. Дима Торзок Во всем мне хочется дойти до самой сути. До оснований, до корней, до сердцевины. Дима Торзок Подробной информации о той или иной проблеме. Заметьте, чем больше говорят на экране конкретно о какой-либо проблеме, физической, биологической или какой-либо еще, тем она кажется более плоской, тем скучнее становится фильм. Я считаю, что фильм, который собирается сделать, вот товарищи, должен быть обязательно о физиках. Остальные свои замечания я сообщу в частном порядке. Да нет, это нехорошо. Это условия. Это условия. Я ничего не обязан. Я не брал. Теперь ваша. Мне кажется, вот почему. Приятно снимать фильмы об ученых. Не только о всех ученых, а о физиках приятно фильмы снимать, потому что там можно показать осциллографы, на которых что-то бегает. Можно показать гигантские ускорители. Это сразу как-то носит какое-то вот не то немножко. Ну, о медиках можно фильмы снимать. Там белые халаты, скальпели всякие. Зарезанные сердца. Да, а вот о экономистах, как фильм снять, я прошу прощения, я не знаю. Или вот о тебе конкретно тоже. Как фильм сняли? Я тебе расскажу. Мне кажется, что те конфликты, которые вот в фильмах об ученых, а мне кажется, что они, как и о других людях, должны иметь право на существование, такие фильмы, они во многом все же внешний характер носят. И касаются главным образом борьбы отдельных групп ученых, так сказать, консерваторы и новаторы. Вот в основном по этой линии идет, так сказать, вот зажимают этих самых новаторов. Но мне кажется, что в науке очень много более глубоких, я бы сказала, может быть, даже драматических конфликтов. Многие из них носят внутренний характер. Вот к их числу, наверное, можно отнести вот проблему сейчас, ну, коллективного труда, его организации сложной, проблемы совмещения организационных функций и научных, перерождения, известного, так сказать, связанного с этим. Нам очень приятно здесь, в нашем новом научном центре, приветствовать космонавтов из Соединенных Штатов. Мы хорошо помним, как встречали наших первых космонавтов в Соединенных Штатах. Потому что всем было понятно, что это победа не только наших космонавтов, и это есть победа человечества. КОНЕЦ Давным-давно, когда не было ни ракет, ни звездолётов, когда люди не знали ещё, что Земля — шар, что она вращается, в то далёкое время люди построили храм Солнца и Света. И храм был разрушен. Много-давно, что они они не знали. ГОВОРИТ НА БЕРЬКОМ ЯЗЫКЕ Я слышал, что такой организации... Какой моральной... ГОВОРИТ НА БЕРЬКОМ ЯЗЫКЕ ...крупного инскурсия... ...крупного инскурсия. ГОВОРИТ НА БЕРЬКОМ ЯЗЫКЕ ...а первый раз. Разрешите перейти к текущим делам. Сейчас там такие вопросы, деление клубной электронной двери. Я думаю, мы отпустим. Да, наши. Андрей Михайлович Буткер. Лауреат Ленинской премии. Директор Института ядерной физики. Хозяин знаменитого круглого стола, в котором столько писали, который столько раз снимали в кино. Круглый стол, или как у нас называется система круглого стола, это ежедневное заседание ученого совета Института за чашкой кофе от 11.30 до 12.30. Ученый совет входит в заведующие лаборатории и некоторые ведущие научные сотрудники. Совет заседает каждый день со свободной программой и обсуждает все вопросы, которые представляют интерес для деятельности Института, как научные, так и организационные. Вот вам пример действий круглого стола. Заведующий лабораторией Скринский, или как его у нас любовно называют Саша Скринский, хотя сейчас он член-корреспондент, ему 32 года. Он стал заведующим лабораторией в 25 лет. Когда его кандидатура была предложена заведующей лабораторией, сначала всем казалось это совершенно безумной затеей. Однако через два часа дискуссии его кандидатура при тайном голосовании прошла единогласно. И опыт показал, что коллективный разум совета не ошибся. Для этого надо было создать систему дискуссий и метод дискуссий, позволяющие 30 человекам, или лучше сказать 30 рыцарям круглого стола, принимать ненадушные решения в сравнительно короткое время. До сих пор эта система не давала перебоев. Круглый стол Института ядерной физики «Созвездие ученых». Вениамин Сидоров. Он сидит слева. Член-корреспондент Академии наук. Получил Ленинскую премию вместе со Скринским за создание ускорителя нового типа. Ральц Агдеев. Академик. Занимается плазмой. Очень не любит, когда про него говорят, что он самый молодой академик в стране. Кстати сказать, Скринский недавно был избран академиком. Спартак Беляев. Академик. Один из двух или трех такого масштаба специалистов. По атомному ядру в нашей стране. Ректор Новосибирского университета. Рэм Салаухин. Лауреат Ленинской премии. Член-корреспондент Академии наук. Теоретик с мировым именем. Я перечисляю звания и должности, чтобы просто как-то представить вам этих людей. В институте академиков, член-коров и вообще всех, кроме Буткера, зовут по именам. Саша, Веня, Ролик. Это Вадим Ауслендер. Или просто Аус. Ученый-секретарь института. Это Слава Родионов. Такими увидел я рыцарей круглого стола. Ведут посторонние разговоры, рассказывают веселые истории. Но стоит понаблюдать немного, и начинаешь понимать, что эта непринужденность тоже вроде карнавальных одежды. А в сущности, это продуманная, сознательно созданная атмосфера. Когда человек раскован, чувствует себя свободно, ему легче порвать логику устоявшихся мнений. Когда человек смеется, ему легче расстаться с тем, что принято, и считается правильным. В этом цехе создается ускоритель, какого еще нет в мире. Чтобы его сделать, нужны небывалые идеи. Вот они как раз и рождаются за круглым столом. С тех пор, как были взорваны первые атомные бомбы, и мир понял, что за сила наука. Ученые, особенно физики, окружены неким орелом и тайной. Что же отличает их от нас с вами? Это тоже люди. Может быть, как раз от этой идеи надо начинать танцевать, что специфики труда ученых никакой нет. Никогда в жизни не было. Нет и не было специфики труда научного работника. Нет, товарищ, ну и не специфически. Вот, допустим, проблема Оппенгеймера. Товарищи, одну минутку. Проблема Оппенгеймера, если ее говорить, это проблема просто большей степени ответственности. Чем, скажем, проблема мальчика, который бросил камень в соседского мальчика, в отличие от, скажем, ученого, который создал бомбу, и которая теперь угрожает не другому соседскому мальчику, а всему человечеству. В таких конкретных формах никогда не было такой проблемы. Никогда истина, так сказать, не была страшна человечеству. Истина, кстати говоря, всегда конкретна. Не существует истины вообилия. Мне кажется, что... И в этот, мне кажется, то же самое. Мне кажется, что есть все-таки некоторая специфика психологии ученого, как, наверное, и психологии журналиста, и вот деятелей телевидения, киновидения и так далее. Но в чем у ученого, я вижу. Мне кажется, что если все люди созерцают, как правило, какие-то две бездны, себя и еще что-то, вот даже влюбленный, непонятно подчас, кого он любит, ее или самого себя. И, собственно говоря, мы все время в этом и разбираемся, когда читаем романы или смотрим кино-картины. А ученый в таком же соотношении находится с истиной. То есть вот в этих отношениях типаж его примерно столь же разнообразен, сколько типаж влюбленного человека. Мне очень понравилось то, что сказал Николай Алексеевич об отношениях ученого с истиной. Именно эти отношения, они являются, наверное, тем оселком или той осью, вокруг которой вкладываются все конфликты. Ученые всегда находятся по существу в драматической ситуации, потому что если он, так сказать, он истину должен открывать, и если, допустим, эта истина уже где-то открыта, и так далее, он изобретает велосипед, то он просто ничего не делает, является просто чистым растратчиком. И это, если у него совесть есть, его не может не терзать, и постоянно он не может с этим не сверяться, мне кажется, вот с этим. Тогда на какой-то стадии развития его получается вот бег со временем, так сказать, вот соревнование такое, которое дает огни конфликты, и в том числе, конечно, прежде всего внутренние. Поэтому вот я все-таки очень убеждена в том, и в том, что есть специфика труда, и в том, что очень много, так сказать, глубоких таких и внутренних конфликтов, которые могут быть и должны были бы, так, по идее, ну быть, может быть, не в кинематографические, может быть, они не носят кинематографического характера, тогда для художественной литературы оставить можно их. Мне кажется, что поиск истины с его драматизмом не то, что выделяет ученых. Истину ведь открывает и художник, и каменотес, вообще все люди. Все дело в способе познания, в методе. Ученые верят в свой научный метод. Он дает истину в виде законов и формы. С его помощью ученые стремятся все глубже понять и объяснить мир. В Институте ядерной физики я видел, как строит новый ускоритель. Это и есть лаборатория Саши Скринского. Здесь, в этом коридоре, в магнитном кольце, навстречу друг другу, помчатся пучки, частиц и античастиц. За этой свинцовой защитной стеной материя столкнется с антиматерией. Ускоритель, словно гигантский микроскоп, поможет рассмотреть людям, что произойдет в исчезающие краткие мгновения в этом невидимом, недоступном для человеческих глаз мире. Я подумал о том, что ведь и художник имеет дело с невидимым миром, с миром человеческой души. Ее не взвесишь, не потрогаешь. В ней происходят сильные, неуловимые движения. Где какой ускоритель взять, чтобы рассмотреть и понять их? Если бы на уровень нашей технологии, ведь это же индустрия, если бы уровень технологии был у нас достаточно приличным, то на этой установке были бы получены результаты, которые потом были получены через несколько лет в Стэнфорде, по ГИПСИ, и по очарованным частицам. Мне сказали, что пуск нового ускорителя большое событие в научном мире. Его ждут. На предстоящей конференции физиков в Ереване запланирован большой доклад академика Буткера. Действительно, единственной возможностью подготовить доклад на всемирной конференции по экспериментальной физике было уехать сюда, в далекий колхоз, за 200 километров от академии городка, где никто не мешает, но, как видите, цивилизация нас настигла и здесь. В нашем институте в настоящее время работают две установки на встречных пучках, одна электрон-электронная, вторая электрон-позитронная. В этих установках частицы материи, частицы антиматерии, особенно в последней, протоны и антипротоны, составляющие основную массу материи и антиматерии, сталкиваются друг с другом, и это столкновение эквивалентно ускорителю на колоссально высокие энергии. Так, например, протон-антипротонная установка, в котором мы сооружаем, эквивалентно 1300 миллиардов электрон-вольт. Буткер писал свой доклад. Бродил в странном мире. В нем мчались, сталкивались ливни частиц, волны материи. Этот мир без цвета, красок и звуков был точен, подчинен логике формы. Буткер писал свой доклад. А я не знаю от чего, то ли от ветра, пропахшего травой, то ли от капель дождя на лице, как от слез. Со щемящей остротой вглядывал себя в этот холодный летний день, в этот струящийся, текучий, нелогичный и прекрасный мир. Я смотрел на него в бессилии выразить, почему этот берег и это небо так близки нам всем, так нужны. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а ты к чем могу бы исполезть? Вот хотелось, Михаил Алексеевич, поговорить немного о проблеме, которая мне очень близка. Академгородок был задуман и построен как научный комплекс. Вы неоднократно говорили, что сегодня познание мира невозможно без совместных усилий ученых разных специальностей. Но почему-то в этом комплексе нет института, который бы занимался изучением человека, его духовного мира, его эстетической природы. Конечно, хорошо было бы, чтобы наряду с точными науками у нас было бы достаточно высоко развитое искусство. Но здесь, как говорится, по одежке протягивай ножки, потому что все-таки, конечно, определяющим для развития этого центра являются и научные открытия, и особенно выход в жизнь. Что же касается до этой проблемы, проблемы вот человека, проблемы анализа творчества, анализа... эстетическая природы человека. Эстетическая природа человека. И особенно анализа подготовки будущих ученых. Эта проблема, конечно, имеет мировой характер. Что, опять переставлять? Да, у нас кончилось пленка, Михаил Алексеевич. Пожалуйста, небольшой перерыв. Садитесь. Садитесь. Ну, по вине телевидения мы задержались немного. Разрешите поздравить вас с успешным окончанием приемных экзаменов и зачислением на физический факультет нашего университета. А сейчас я предоставлю слово ректору нашего университета академику Спартакулу Теофеевичу Беляеву. Прежде всего, я хотел бы присоединить свой голос к сказанному здесь деканам вашим Владимиром Михайловичем Титовым и поздравить вас с приемом в наш университет. Я понимаю, что многие из вас были лучшими в своих классах, лучшие в своих школах, потому что большинство из вас получали и похвальные грамоты, и призы на олимпиадах, и так далее, и так далее. Но здесь вы уже не будете чувствовать себя лучшим, потому что вы равные среди равных, а может быть и не совсем равные среди равных. Поэтому здесь вам придется работать значительно, может быть, более интенсивно, чем вы работали в своих школах, и равняться уже не на другие совсем эталоны. И мы начинаем вас учить совершенно новым вещам и новым методам, и на новом уровне. Мы вас будем учить современной физике, современной математике и современными методами. И, естественно, от вас потребуются совершенно новые навыки в работе. Учиться у нас трудно. И я вам не обещаю никаких легкостей. Наоборот, я вам обещаю, что будут трудности. Давно известно, ну, не давно известно, но вот я, во всяком случае, видел, что человек с аналитическим складом ума, умный и интересный, редко может сделать что-нибудь талантливое и яркое в сфере искусства. У него, как правило, это не получается, засушивается. И проблема ученого сухаря, я думаю, тоже все-таки она существует, потому что мне кажется, что она задается объективно, так сказать, теми условиями, которые в науке сейчас существуют. И вот поэтому, когда просто, так сказать, вот весело пляж показать, яхты и так далее, и сказать, что ученые живут очень разносторонней жизнью, я бы немножечко насчет этого постереглась. Мне кажется, что это односторонний взгляд. Во всяком случае, те люди, которых я знаю, они, так сказать, вот с утра и до ночи вынуждены работать, а если работать так не будут, то, наверное, тогда и дела не будет. А вот тут масса драматизма, масса конфликтов, происходит резкое снижение ученого, как мыслительства в десятилетии. Резко. Почему вы говорите только об отношении ученого и общего? Да нет же других проблем науки. Да нет же. Все проблемы моральные. Однажды я пришел в институт ядерной физики в тот день, когда система круглого стола внезапно перестала работать. Нелепо, от случайности, которую нельзя было не предусмотреть, не предотвратить. Погиб человек. Погиб человек. Субтитры создавал DimaTorzok Давным-давно на земле люди построили храм солнца и света. И храм был разрушен. Прошли века, и люди подняли из руин прекрасный храм. и снова храм был разрушен. разрушен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дамы и господа, уважаемые товарищи, позвольте мне от имени Ордкомитета приветствовать делегатов 85 центров научных, прибывших из 19 стран для участия в работе седьмой международной конференции по ускорительной высокой генерии. Субтитры создавал DimaTorzok На этой древней земле у подножия Библейской горы особенно слышится бег времени. Посмотрите мне от имени Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР приветствовать всех ученых, инженеров и специалистов работающих в области физико-высоких энергий и в частности наших зарубежных коллег прибывших в столице Армении и Реван из многих стран мира за многие тысячи километров. Когда-то всех ученых Земли можно было собрать в этом зале. Сегодня здесь едва умещаются представители одного лишь направления научного поиска. За ними стоят лаборатории, институты, научные центры, сотни тысяч исследователей. Ученых в мире миллионы. И в этом многоголосом говоре тоже слышится бег времени. Я вглядывался в лица, вслушивался в многоязыкий говор и вдруг почувствовал огромный мир вокруг. Город со всех сторон обступил этот зал, а вокруг города рыжие холмы, равнины, усеянные камнями. виноград зреет на солнце. В ледниках копель, а в Сибири жара. И где-то в деревне праздник, свадьба, и кричат горько, и где-то на земле война, смерть. И где-то, может быть, совсем рядом родился ребенок. Кто же это из ученых сказал, что красота спасет мир? Наука может многое накормить, одеть человека, избавить от болезни, отправить в космос. И все же она лишь материк в океане человеческой жизни. давным-давно в горах Армении люди построили этот храм. Много раз он был разрушен, но человек снова и снова восстанавливал храм. В красоте этих резных капителей, в этих мозаиках и колоннах было что-то очень дорогое, очень созвучное людям разных эпох. храме первого пройдет по храме и Молоток каменотеса отсчитывал секунды, годы, столетия. Вот и сегодня человек устремлен в космос, в глубины материи и восстанавливает древний храм. Здесь нет главного и нет второстепенного. И кто скажет, что нам нужнее, звездолет или красота? Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытие. О, если бы я только мог, хотя бы отчасти, я написал бы восемь строк о свойствах страсти. Стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, сенокоз, грозы, раскаты. Достигнутого торжества, игра и мука, натянутая тетива, тугого лука. Достигнутого торжества, игра и мука. Достигнутого торжества, игра и мука. современно сделано и очень активно сделано вот это по моему то что не повезло повезло тоже началась совершенно неожиданно для меня на этом телевидении была такая ванда билетская не все и узнают она их всех тоже много лет наблюдала писала о них самых первых шагов у него такая небольшая книжонка путь в науку очень жалко что на сегодня пришла она теперь работает в огоньке но тогда оконек был другой так вот это ванда билетская написала книгу путь в науку каким-то образом значит это все попало в план экрана объединения что это все такое трудно было понять там писалось о младых людях а в университете новосибирском вот эта тема попала ко мне в руки то есть она меня заинтересовала люди науки были для меня людьми за ширмой потому что я всю жизнь занимался в гуманитарной сфере начиная с первых лет там музей фоторепортаж институт кино и дальше вся жизнь была связана как с искусством вот эти люди они были мне интересны чем-то вот я видел какой-то для себя шанс познакомиться с ними и помню был новый год был очень сильный мороз такой в новосибирске под 50 градусов так такие там бывают морозы вот тогда мы взяли эту камеру так и так поехали просто посмотреть что же это такое познакомиться сценария не было и вот первые съемки эти с них начался фильм да потом я немножко познакомился ближе вот сначала с андрей михайловичем и там и в москве он производил очень интересные впечатления он был такой у него была такая независимая стойка в жизни он любил разглядывать людей был прям и резок иногда в своих суждениях в то же время чувствовался в нем талант вот такого организатора и он притягивал к себе людей вспомните портрет большой курчатова до бородой он все-таки сделан в каком-то таком иконописном стиле чуть-чуть и тут много было дискуссии андрей михайлович как-то вот этот вариант выбрал браво это был ученик курчатова который его любил и который много у него взял особенно борода там на одном волоске из которой будкер удержался благодаря курчатову в конце 52 начале 53 года в институте тогда когда изгоняли всех кого можно было классифицировать как космополитов это было знаменитое дело врачей и курчатов все-таки сумел отстоять михайлович да многие кадры распас вот я хотел вам сказать что эта тема она для меня была очень важная вот она прозвучала тогда в разговоре вот с андрей михайловичем вот эта тема которая потом меня вела через фильм я ведь не случайно спрашивал лаврентьева почему нет института который бы занимался да это очень хороший вопрос почему вы воспитывая таскать будущего энштейна не хотите чтобы он общался с художником или музыкантом том же академгородки да вот для меня вот появилась эта путеводная нить по которой я значит прошел через фильм именно поэтому появилась линия древнего храма который всю жизнь люди восстанавливали будут еще восстанавливать потому что без этого человек по-видимому потеряет самое главное что в нем есть по существу научный метод об этом уже говорили он не имеет себе так скажем этического начала понимать поэтому доля научного поиска науки в этом мире она должна быть очень уравновешена вторым гуманитарным началом понимаете в самом человеке в самом ученом понимаете ну тут давайте вернемся может быть к вашему вопросу который вы задали михаал аксейчу лаврентьева в отношении того почему там нет института который человек это важный вопрос но сегодня например есть другая вещь надо ли строить академгородки или надо развивать науку в естественной человеческой среде где все окружающее его есть понимаете правда когда академгородок был честно связан с новосибирском тот же критик был в новосибирске там всякий замечательный оперный балетный театр и вас благ культурная жизнь с значительной мере обязана новосибирску но вы очень многих привозили я думаю что если бы мы имели возможность да то мы бы конечно тогда гораздо больше способствовали переезду в академгородок деятели культуры музыкантов писателей а в общем какие-то отдельные эпизоды такого плана имели место для нас как раз этот фильм и дает возможность поговорить об этом деле есть еще одна сторона вот таком социально-научном эксперименте как новосибирский академгородок в одно место привезли людей разных специальностей с разным кругозором разными интересами и может быть если бы чуть чуть больше добавили гуманитариев было бы еще интересней но я помню в первые годы не утихали открытые дебаты дискуссии на разные общечеловеческие темы например наука и мораль и нравственность до физики и лирики знаменитый инженер полетаев который надо вот и спровоцировал эту дискуссию он тоже приехала данная помню я помню андрей михалыч будкер был один одним из самых наших ведущих нападающих таких дискуссиях в которых очень интересно всегда выступали александров ляпунов ну ты помнишь александреевич конечно конечно это это было для молодежи было страшно интересно и поэтому к нам потянулись гуманитарии приезжали в гости подолгу жили писать картин были замечательной райкин любил приезжать я недавно увидел что в сборнике памяти будкера есть небольшие воспоминания райкина о будкере и он сказал что он считал что будкер действительно был настоящий артист я сейчас вспоминаю эту встречу андрей михалыч мне позвонил и говорит ролик приходи у меня будет аркадий райкин а у меня уже в этот момент была назначена встреча с николаем грицуком а художник до сходу нашим очень подающимся с удовольствием художником новосибирским и я тогда говорю андрей михалыч ну что ж артист артистом художник с художником а мы не можем использовать не то что грандиозные так сказать масштабы сибири но ощущаем себя все время зажатыми всякого рода условиями условностями степенью обеспеченности инженерии и прочего до сих пор лимитирующими является не наличие там научного потенциала идей и даже возможности производства а именно вот какие-то такие вот условностей строительства и потенциал иска через она что это строительный потенциал и просто решимость что нужно развиваться вот без этого не растущий организм он так сказать не может жить вырастают коллективы или не вырастают это зависит от того какой соберется какого таланта соберется костяк и как он будет справляться с этими препонами вот я наблюдал такой костяк вот 20 лет назад в яфе они справлялись со всеми препонами а препонов было много мало что попало фильм об этом но хочу вам сказать о другом выживет центр или не выживет мы сейчас живем в условиях когда наука придя в мир вот последних каких-то 200 250 300 лет наиболее активно месяц промышленной революции она многое изменило в мире понимаете мы сейчас живем в среде экологически больной понимаете мы возьмем сейчас чукотку с народами севера это все зона страшная понимаете я не буду говорить о чернобыле я не буду говорить об арале понимаете я не буду говорить о наших реках о загрязнении городов я связываю это с научным прогрессом понимаете но конечно я с вами согласен нужна была 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 бы желательно просто критическая масса гуманитарии в деятелей культуры но я с вами не согласен когда вы говорите что научный метод не связан с этика я думаю что с подлинно научный метод который требует объективности подходе к природе или к явлениям самому себе в жизни жизни и к решениям да что что он сам по себе глубоко этичен и технический прогресс решение которые принимаются при для того чтобы создавать крупные сооружения гидростанции я думаю что беда в том заключалась что настоящему научному методу не оставалось места мнение ученых тогда никого не интересовало использовали науку просто как резиновую печать чтобы проштамповать как панацея от всех бед да конечно но в действительности это происходило не не благодаря науке а вопреки науке делалось но все таки я бы хотел вернуться к вопросу а что нам сейчас делать вы уже сейчас ответственные люди вы заведуете всей ядерной физикой нашей стране вы связаны были с руководством космоса да нет и в возраст и положение в возрасте что точно это да я помню шутку буткера он вспоминал то что бисмарк ответил кайзеру когда кайзер не хотел молодого бисмарка отправлять послом в турцию он сказал молодость это единственный недостаток который проходит сам собой да да если не обрывать условия устойчивости развития вот такой социальной среды как академгородок не только чтобы он непрерывно мог развиваться сам по себе но чтобы были ему подобные да с которыми осуществлять бы обмены людьми не обязательно строго подобные но это но обязательно чтобы ну не не полностью не в целом подобные а частям его так родственники родственники но чтобы этот обмен кровью он кровообращение так сказать в науке но но вот у нас очень затруднено в советском союзе а в мире развиваются только теми те ну можно сказать наука в тех странах где это наоборот и поощряется является естественным и причем этот обмен происходит не только внутри страны но и активно международно мы сейчас можем оказаться мы будем наверное втянуты должны быть втянуты такой международный обмен очень трудно как мы сможем этому соответствовать не согласен с выражением что мы будем втянуты мы стараемся мы стараемся чтобы это было правильно я так сказать не должна быть и обратно должно быть еще к нам приезжали на декан бы была не утечка мозгов а чтобы была перетечка мозгов совершенно верно кровообращение прочим ничего в этом плохого нет и когда-то между прочим петр первый положил начало вот этой вот всей концепции утечки мозгов в нашу сторону тот же эйлер да вот сейчас людвиг водеев открыл в ленинграде международный институт математический имени леонарда эйлера вот может быть удастся снова переманить новых эйлеров это вопрос сложный может еще интересно было бы нам вернуться к фильму тем более что автор фильма сидит с нами молчаливо наблюдает как снимают можно сказать серию 20 лет спустя вот будь у меня такая возможность я бы взял и повторил скажем этот фильм но уже с участием ученых разных стран понимаете и с тем вопросом о том как нам жить вот вот в окружающей среде и о том что такое наука я бы сейчас вот его повторил кстати очень важная вещь нам нужно искать и и в народе и я бы сказал и во всех сферах поддержки науки потому что сейчас есть я бы сказал очень такая большая реакция против науки говорят что вот наука нас довела до такого состояния научный коммунизм наука и все вместе виноваты в нашем теперешнем состоянии что нам делать как нам развивать ну я думаю что нужно все-таки науку от научного коммунизма все-таки отделить это все-таки немножко разные плоскости потому что те кто занимался общественными науками они говорили что это наук они находились еще более тяжелом положении правда те кто были в новосибирске проложили путь к новому можно сказать мышлению в этой области многие тех из которых сейчас связано с нашей экономикой социологии вышли оттуда кстати лаврентьев дал им возможность развиться но вот один из вопросов что делать делать на него попытался ответить николай черешков пригласив сколько сейчас уже семь членов академии свой кабинет и эксперимент конечно не только чрезвычайно интересное но очень но критически важный для нашей страны для перестройки мозговой трест это самое лучшее что может произойти мозговой трест советы рекомендации которого учитывались бы учитывались уже не просто как пожелания посторонних людей которые сегодня выслушали а завтра забыли с которыми надо и завтра взаимодействовать и завтра объяснять почему не сделали так как договорились и так далее может быть это есть некий путь я бы добавил к этому тресту еще несколько гуманитариев до типа тогда это был бы круглый стол о котором мы говорили фильме вот два аспекта есть у вопроса что делать с наукой наука это не только пациент но это и врач вот это то что сейчас здесь и сам как на на общегосударственном уровне и это чрезвычайно трудная задача одним двумя даже десятью академгородками это этой задачи не решить нужно мне кажется что нужно работать просто с молодым поколением но я думаю что на этой наверное ноте нам надо заключить нашу дискуссию и собраться через десять лет и собраться может чаще спустя 10 лет спустя 10 лет я надеюсь что мы может быть я это сделаем но во всяком случае сегодня мне хотелось бы очень поблагодарить всех участников передачи в первую очередь создателя фильм фильмы который нас собрал здесь других участников передачи я неоднократно имел честь принимать здесь и я думаю что на этой основе мы можем кончить эту беседу и надеюсь что появится третья серия здесь лет спустя а и Субтитры подогнал «Симон» «Симон»